Всем привет! Это Puzzle English, я Оля. Надеюсь, вы уже предвкушаете Новый год, запаслись мандаринами и хорошим настроением. О планах, а также об устойчивых новогодних выражениях поговорим сегодня. Само приближение праздников — это финишная прямая года, когда нужно все успеть к 31 декабря. У всех стоит одинаковый deadline. Употребление этого слова уже плотно вошло в русский язык и имеет значение крайнего срока, конкретной даты для выполнения какой-то задачи на работе, учебе и в жизни. Мы все прилагаем сейчас много усилий, чтобы уложиться в срок. Закончить что-либо к назначенному сроку. To miss the deadline — сорвать сроки, не успеть к сроку. Часто deadline ассоциируется со стрессом, и чтобы его не испытывать, на помощь приходит планирование. Вероятно, вы уже начали ставить цели на следующий год, а может быть и на жизнь в целом, и записывать их в bucket list. Чтобы лучше понять значение словосочетания bucket list, нужно обратиться к идиоме to kick the bucket, которое означает не пнуть в ведро, а сыграть в ящик. Соответственно, bucket list — это список заветных желаний, дел, которые вы планируете успеть осуществить до конца жизни или до конца года. Например, построить дом, прыгнуть с парашютом, научиться управлять лодкой, выступить на сцене, ну и тому подобное. Если ввести bucket list на английском, то цель по расширению словарного запаса точно будет достигнута. Составьте список на 10-20 дел, которые нужно попробовать в предстоящем году. Make a bucket list of 10-20 things to try in the upcoming year. А вот обещание, которое вы даете себе непосредственно в канун Нового года, называется New Year's Resolutions. Часто после их оглашения они забываются и остаются неисполненными. Новогоднее обещание держится недолго. Вот и Бриджен Джонс явно не удержалась, потому как планировала меньше пить. Начать с чистого листа, открыть новую главу. Еще одна идиома, которая очень часто используется в преддверии Нового года. Она означает стать лучше, измениться. Хотя ее можно использовать в любое время года, но больше всего слышно ее именно в эту пору. Самое лучшее время, чтобы начать новую жизнь, это сейчас. Отмечать Новый год, загадывать желание, собираться семейным кругом, наряжать елку – это традиция, которую мы берем в новую жизнь, из поколения в поколение. To be passed down в значении – передаваться как традиция или как наследственность, если речь идет, например, о генетике. Мы всегда украшаем елку в канун Нового года – это традиция, передававшаяся от моей прабабушки. Отдельно бы хотела уточнить, что такое New Year's Eve и Christmas Eve. Eve – это канун праздника, день или ночь непосредственно перед ожидаемым событием. А само слово является производной от evening – вечер. Eve – канун. Ну и если вы вдруг не наряжаете елку, то наверняка нарядитесь сами. И там, и там сейчас в тренде банты. И вам точно пригодится фразовый глагол to dress up – наряжаться, имеющий два разных значения. Первое – быть одетым с иголочки, остро, модно или очень элегантно с ног до головы. Второе – означает надеть маскарадный костюм на тематическую вечеринку. Например, вечеринку, посвященную супергероям. Фрэнк устраивает вечеринку супергероев на Новый год, и мы приглашены. Кого ты нарядишься? Я бы, наверное, нарядилась женщиной-кошкой или старлайт. Это зависит от моего настроения. А в какого супергероя нарядились бы вы? Или, может, присоединились бы к пижамной вечеринке? Дорогие друзья, я желаю вам, чтобы bucket list был полон смелых замыслов, чтобы Новый год принес много знаний и радости. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!